Карагандинские огородники ополчились против перевозчиков. С сегодняшнего дня на Майкудукские дачи перестали ходить автобусы. Проблемой разбирался Серегжан Молитбай. Требуем и немедленно предоставьте нам автобусы. Мы этого заслужили. С 8 утра дачники не могут добраться до своих дач. Все потому, что автопарк номер 3 самовольно отменил движение двух дачных автобусов 75 и 76. Маршруты этого транспорта проходили через Майкудукские дачные массивы. И вот вчера нам объявили, что все автобусные маршруты по городу Караганде, дачные, отменяются в связи с тем, что дотация на эти особые дачные автобусы Акиматом не перечислена. И пока этот вопрос не будет решен, автобусы ходить не будут. Уставшие от ожидания пассажира не согласны с формулировкой отказа автопарка. По их словам, автобусы ходили постоянно переполненными. Они ходят всегда переполнены, битком людей много. И почему отменили маршруты? Я не знаю. Дачник Юрий Иванов считает, что в отсутствии транспорта виноват исключительно Акимат. Они не контролируют график движения автобусов. У нас есть власть в городе или нет? Есть тендер, который выиграл третий автопарк на перевозку пассажиров до дач и обратно. Они выиграли тендер на год. У них есть обязательства, есть юридически заключенные документы. Почему, на каком основании они просто-напросто снимают автобусы с маршрута? Несмотря на отсутствие общественного транспорта, дачники нашли способ добраться до своих огородов. Они просят частные маршрутки, чтобы те их довезли. Порой водители сами предлагают свои услуги. Но не всем пенсионерам по карману ездить по сотенге в одну сторону. Вам что сказать, по сотенге довезут? Мы едем туда. Мы что делаем? Сегодня полив. И что мы будем делать? Нас сегодня полив. Акимат нам не вернет эти деньги. Никто нам эти деньги не вернет. И вообще сдурели по сотенге на дачу. Не выручишь ты эти деньги? В автопарке номер 3 ситуацию прокомментировать не смогли. Директора на месте не оказалось. А вот диспетчеры ссылаются на распоряжение руководства и отправляют ЖКХ. В отделе ЖКХ объяснили, что у автопарка временные финансовые трудности и не хватает водителей. В связи с этим большинство автобусов простаивают. А вот вернут ли дачникам маршруты, чиновники не знают. Если сейчас Акимат подаст на автопарк в суд, то мы получим повторный иск. Как комментирует заведующий сектора пассажирского транспорта Жаслан Жакупов, не выход на линии автобусов – некий акт со стороны автопарка с требованием увеличить цену на проезд. Сейчас в Акимате рассматривается вопрос об увеличении тарифа. Все знаете, там политический вопрос. Аким решает сейчас. Серегжан Маулетбай, Марат Култенов, Жаслан Амандык, Первый, Карагандинский. Субтитры делал DimaTorzok